доброго времени суток всем добрые наши волшебники гости канала моя такая большая уже дружная семья с вами волонтер бездомных животных и приют отвори добро наталья простите пожалуйста за голос съездила в анапу отвезли девочек вот и немножечко наверно простым а может при акклиматизации поэтому прошу очень сразу прощения за голос сегодня у нас такой немножко грустный ролик о нашем золотом ребенке клёпе если кто с нами недавно есть ролик на по поводу клёпа и как начинался его судьба полуторамесячным щенком клёпу центре нашего города погрыз бомж да да это невероятная была жуткая история который мне кажется очень долгое время говорили в подслушные вообще весь город об этом говорил люди отнимали бедного щенка у бомжа минут наверное 15 не на щенок получил такую значимую травму травму лапки и тот кто взял его домой мы пытались своими способами как-то помочь щенку вылечить но к сожалению когда уже по истечении месяца не поняли что они не справляются с данной проблемой решили обратиться ко мне и опять хочу сказать что время было потеряно было потеряно время так как у клёпы пострадала зона роста зона роста его лапки кости и на тот момент как раз судьба свела меня наверно с николай николаевичем потому что мы записались в клинику города новомосковска приехав туда мне пытались убедить в том что это врожденное хотя весь город знал что это не врожденное что эта ситуация как бы она была у всех на языке и зайдя в контакт я просто увидела николай николаевич и послала ему снимки клёпы на что он четко в голосовом сказал что это не врожденное это травма и объяснил не всю ситуацию мы записались николай николаевич на прием и это была первая наша встреча это был первый пациент наш пациенту николай николаевич и в дальнейшем уже просто мы стали сотрудничать скоро будет год но у клёпы сейчас большие проблемы именно слабкой с его здоровьем начнем с того что когда николай николаевич распределил нам поэтапно все операции на тот момент у меня была великолепная подписчица израиля дина дина если вы меня слышите пусть вам будет стыдно за то что сейчас этот золотой ребенок страдает по вашей вине это подписчица откликнулась и решила усыновить нашу клёпу я была безумно рада я была безумно счастлива мы с диной общались каждый день как она переживала да я все думаю откуда людей столько лицемерия столько лжи я-то радовалась я радовалась по-доброму по-честному а за этого ребенка клёпе было сделано две операции и надо было подождать какое-то время дело шло к третьей операции николай николаевич прислал мне голосовое где он четко говорил о последствиях операции короче первично сделать пока только остеотомию и еще буду разговаривать по поводу того что если тянуть даже если протезирование обычно все равно как вытягиваете если остеотомию остров не получится сделать если надо будет ровную кость нам бы вытянуть да потому что ну как бы я вам говорил что подписчики созрали его очень сильно ждут да и они говорят ну лучше его возьмем на таком но без протеза но мы тогда ему косметически лапу сделаем прёст интегрируем нужен большой рычаг хороший рычаг ровно кость хорошим нужно бетафилы нижняя часть кости была целая лучший процесс заживления протеза вот как у ягодного нашего все что короче это риски если они с израиля у них возможность огромная есть в каком плане есть протеза одеваемая лапа мы сейчас ее просто нам нужно ее поделать чтобы она покрасивее вот это больше всего хотелось чтобы мне ее поставили и мне а ему короче и на нее будут одевать он будет с ней бегать как с палочкой сняли одели вот вот с этой культурой мы разберемся с этой культурой если ее просто подтянуть если ребята готовы что они не хотят наоборот только вчера мы с ней разговаривали им хорошо нет они молодцы в плане того что понимают это на самом деле степень ответственности очень высокая и проблема в том что если кто оперирует этого ведет сложная операция что это будет дискомфортно ребенку но где-то на протяжении полугода то есть придется держать его на обезболивающих следить за ребенком ухаживать и это голосовой я переслала дине на что я получила в ответ голосовой по поводу того что оставьте собаку в покое мы его любим таким какой он есть и когда он приедет в израиль мы стараемся сами ему во всем помочь это голосовой я тоже переслала николай николаевичу и мы решили что значит мы как бы солидарные с будущими хозяевами клёпы и решили оставить это все как есть потому что мы с николай николаевичем надеялись на честность порядочность будущей мамы которая сказала что они сами в израиле сделают все возможное для комфортной жизни нашего пушистого ребенка мы все знаем что сейчас в связи с тем что территориально очень много закрыта границ в общем со временем наши подписчица будущая мама клёпы просто исчезла со связи она пропала со связи перестала интересоваться судьбой клёпы и писал и марианна и писал неоднократно я хотя я ее встречающих на некоторых каналах если вы услышите о себе ролик день пусть вам будет стыдно стыдно за то что вы оставили этого ребенка беспомощным нам надо было если бы я знала что получится так нам надо было дальше идти и делать с николаем николаевичем все эти операции которые нужны были клёпе по его мере роста сейчас это уже взрослая большая собака грузная и находясь у меня дома я замечала как он падает как его валяют мои собаки за счет этого клёпочка чувствует себя беспомощным он начинает злиться он начинает агрессировать потому что его запросто можно уронить то есть чуть-чуть толкнуть у него нету равновесия вы понимаете он кренится как самолет и он сразу падает то же самое стало замечать наталья сейчас клёпа же у нас на передержке в калуге и то же самое стало начну замечать наталья и бить тревогу да клёпа стал проявлять агрессию из-за своей беспомощности я вот честно до слез я просто представляю я это замечала у себя дома когда он игрался со звездой по дамы как ему хочется встать быть как все собаки но к сожалению к сожалению сейчас нам надо мы обсудили все это все вопросы с николай николаевичем сейчас нам надо делать операцию то есть удалять вот эту его культур которая мешает ему вот этот загиб сгиб на лапе он касается его тела и за счет этого клёпа начинает падать у него нету равновесие он не может выработать свое равновесие ребенок уже столько пережил моя такая большая дружная семья сейчас нам надо собрать финансы на операцию клёпи на стационар и конечно же на протез я связалась с протезистами города новосибирска клёпи сделают съемный протез для прогулок и наш ребенок золотой ребенок заживет своей собачьей счастливой жизни я надеюсь все у него останется в прошлом все его неудачи все его вот такие вот проблемы забудутся навсегда но сначала мы все вместе когда его спасли теперь должны и дальше помочь нашему ребенку хочу обратить ваше внимание голодные телефоны прошу вас больше не пополнять еще у нас сменился получатель вестерн юниона теперь получатель у нас гульбина людмила семеновна еще сбербанк сейчас россии предупредил что скоро будут блокировать сбербанковские карты мы сейчас делаем дополнительные карты то есть у них там будут подозрительные действия когда на карту будет приходить более 30 переводов там очень большой список в общем нас прямо прессингуют со всех сторон поэтому мы заказали еще две карты дополнительные во избежание каких-то случаев в общем с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приюта твори добро наталья а 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 Субтитры подогнал «Симон»